Развеять мифы и не посеять страх. Киевские, одесские и литовские эксперты уверены, для вступления в ЕС Украине нужны кардинальные перемены во всех ключевых отраслях экономики и госуправления. Без проведения реформ у страны просто не будет будущего. Польша и Литва – главные лоббисты украинских интересов в Евросоюзе. Эти страны прошли похожий путь развития и тоже сталкивались с сопротивлением на пути в ЕС, но преодолели все преграды и перестроили экономику. Но даже в этих странах признают – в ближайшем будущем у Украины нет шансов стать частью единой Европы. Мы точно тоже слышали, что разрушат ваши заводы, что сельское хозяйство разрушится, что товары неконкурентоспособные будут, что разрушатся связи с Россией. Все, мы это все прошли. Нет у Евросоюза никакого желания, чтобы Украина вступила в Евросоюз. Ну, просто его нет. В ЕС просто не готовы тянуть на себе экономику еще одной нестабильной страны. Нужны серьезные инвестиции и преобразования. Они невозможны там, где процветает коррупция. Это главный враг Украины. Найбільшой небезпекой на шляху Украины до евроинтеграции есть все-таки коррупция. Коррупция, которая сегодня сжигает и подточивает украинские силы. И это, в основном, такая очень важная небезпека. Но вместе мы тоже понимаем, что бороться с коррупцией можно и как раз приближаясь до самих стандартов Евросоюза. Участники форума уверены, вступление в Евросоюз будет возможным только при обоюдном желании чиновников и народа. А пока коррупционеры борются с коррупцией, вступление в ЕС будет откладываться. Екатерина Лапицкая, Эдуард Шендерович, Первый городской.